В случае имплантата наступает остеооппозиция, потому что кость созревающая, приходящая по кровеносным сосудам, мы выделяем межклеточное вещество, потому что оппозиция, она заполняет все пустые области в строме. Интеграция это объединение структур. Чтобы окончательно развенчать, гистология нас рассудит. Занимаясь индивидуальными костными блоками, как раз у пациентки, которые сегодня показали. Да, ремоделировка. Нет, не только. При хирургической подготовке. Что такое ремоделировка? Это перестройка. Вообще она нормофизиологическая. Когда кость растет в области хряща, или сухожилия, или связки, растет же кость от хряща, а не хрящ. Это же тоже ремоделировка. Это перестройка либо растущей кости, либо по каким-то причинам, чаще гидрогенному. Операция же гидрогенная тоже причина. Так вот, в каком разрезе об этом говорили? Что в области имплантата всегда, вот в этот первый год, полтора и так далее, наступает нормофизиологическая ремоделировка. А сегодня мы об этом говорим, как это переимплантит по трофическому типу. Так вот, истинная ремоделировка, которую мы можем использовать. То же самое. Что это, диффузия кости в металл? Как это себе люди представляют? Конечно, я вам сейчас просто и покажу красивую истинная интеграция. Ну хорошо, переимплантиты по трофическому типу. Это же не переимплантиты, это переимплантозы. Почему Европейская Ассоциация Истинной Интеграции до сих пор как-то не может для себя принять этот термин? У него же нет воспаления. Мы сейчас можем углубиться вообще, переиститы, восемьмелиты. Нет, нет, нет. Это же переимплантоз, исходя из классификации. Ну да, это трофический. Конечно. Он происходит без признаков воспаления. Вы филипинка хотели бы показать? Зачастую, да, в признакам воспаления может протекать, но часто прям не знаю. Я в этом, вы простите, не очень разбираюсь. Вот был сегодня курс целый день по этой теме. Сейчас, секундочку, я вам покажу. Что такое интеграция? Это соединение или объединение, обрастание, срастание, какое-то соединение физиологическим путём интегрированного чего-то с окружающим. Согласны? Ну просто, чтобы перейти в понимание, на какой-то простой язык перейти. Почему это перегрировано? А? Простите? Почему это перегрировано? Мы внесли какое-то имплантированное, вставленное, установленное, как хотите назовите. Как каким-то образом оно там оказалось? Так вот интеграция — это какое-то нехимическое взаимодействие с тем, что находится вокруг. Вот это — оцеллюлярный участок материала. Видно же, что, да, лакуны, они бесклеточные, пустые. А вот это — кость. Но это не интеграция. Вот это интеграция. Когда между костными балками материалы, они все оцеллюлярны, посмотрите, у них нету. Вот эта сформированная кость, зрелая, говерцеподобные структуры. А это новые костные балки. Видно же, да? Это слайд вискологический срез с костного препарата, взятого из костного блока, который был установлен через год. Ну вот это — остеинтеграция. Настоящая. Потому что кость, которую мы разместили там, она действительно интегрировалась. Правильно? Ну, конечно, не уходишь. А теперь то, о чем я говорил, про биологическую активность и видимость материала. Этот случай оказался, к сожалению, неудачным, но открыл нам глаза на кое-что другое и подтвердил. Ну, теперь вы уже знаете, вот это оцеллюлярный остаток материала, потому что вот эти лакуны, они пустые. А вот это, как вы сказали, доктор? Что вот это такое, вы знаете? Это остеокласт, потому что он многоядерный и пришел вот сюда, вот в нишу хаушипа или в лакуну резорпции лизировать кость. Он формирует здесь гофрированную каемку, которая очень богата ферментами, и выделяя протеолитические ферменты, он разрушает сначала минерализованный слой, формируя вот здесь щеточную каемку. Материал видит клетки. Остеокласты, как вы знаете, да, они формируются от операции, от стресса и так далее. От стресса повышается уровень остеокластов. Но когда они приходят целенаправленно, это говорит о том, что есть структура, которая лишена клеток. Да, лишена клеток, и поэтому остеокласты лизируют это межклеточное вещество. Так вот, материал видит остеокласты и на него реагирует. Если останется время, я про кондукцию расскажу, потому что по сути, кондукция это предрасположенность без влияния, ну, это сталкер, это наблюдение без участия. Так вот, в случае материалов леопласта и вообще аллогенных материалов, я бы так сказал, что это активная кондукция за счет пространственной структуры, за счет тробикулярности, за счет сраства и еще за счет много чего. А есть вот в том понимании, в котором его используют все остальные представители неаллогенных материалов, это пассивная кондукция. Там бы и так все выросло, чтобы вы туда не положили, потому что материал, который расположен в дефекте, его не видит организм. Он прорастает, потому что там пусто, там нет клеток, поэтому туда растут сосуды, за счет того, что есть структуры, снабженные активно кровью, есть нагрузка, функция ляза. Почему происходит? Потому что нет нагрузки. То есть функционирует эта часть, и поэтому там наступает кондукция, о которой все говорят. Меня коллеги попросили вместе почитать каталог одного из производителей корейских материалов, а там про это написано сплошь и рядом. Вот я думаю о том, выкладываете этот семинар или нет, потому что он, конечно, это чистая антиреклама. реклама. Мы исследовали все химические составы материала. Это вообще материал наиболее исследованный из всего того, что есть на сегодня на рынке. Именно фундаментально. Мы начали о том, что вот книжка, когда ее написали Хэм и Корм, в принципе, была последним фундаментальным трудом. Дальше начался ксиликлиника экспериментальный опыт применения, модификации, методик, того и того, и так далее. Так вот, фундаментальное исследование, оно исследует какой-то конкретный механизм физиологический или свойства. Вот что такое фундаментальное исследование. И мы проводим эти исследования и на животных по раскрытию механизмов, и, допустим, на фибробластах. Мы используем эти материалы как носители клеток или различных других соединений. И химические составы полностью исследованы. Есть статья, тоже на нашем сайте, замечательная, написанная Мария Александровна и напечатанная в американском журнале оптическая память и нейронные связи на английском языке. Она бьётся там подои, есть в скопусе, и всё это, всё понятно. Это оптический анализ имплантатов из твёрдой мозговой оболочки, где романовским методом, этот метод ВОЗ, мы расшифровали полностью всю протеомику, из каких белков состоит твёрдая мозговая оболочка. Есть дизайн, есть её репринт, вот у коллег в компании Олимп, возьмите, пожалуйста. И по этим пикам мы можем точно сказать, какие соединения туда входят. Так вот, она включает коллаген первого, второго и четвёртого типа, и поэтому сравнивать её с производными кожи либо перикарда как минимум бессмысленно, потому что механизмы её регенерации другие за счёт её химического состава. Так исследованы все абсолютно материалы, поэтому мы можем, исходя из свойств, говорить о том, как они себя будут вести, в каком направлении будет двигаться регенерация. 36 лет мы занимаемся исследованием и клинической документализации клинического опыта. И на сегодня, конечно же, что приятно сказать, этими материалами работают много специалистов. Мы не ставим во главу угла коммерческую сторону. Нам не нужно мировое господство. Нам нужно, чтобы у всех всё получалось и был хороший результат. Поэтому там, где не надо использовать материал, я честно и говорю врачам, вы знаете, тут он не подойдёт по разным причинам, потому что там нужен трансплантат, например, а из мембраны там ничего не вырастет. Или, например, в первом типе кости, да не надо туда ничего сыпать. А при консервации лунки... А нарисовать уже всё нельзя? Можно? Можно. Я нарисую один быстренький, быстрый рисуночек.